Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Начнем сегодня с нефтянки, которая продолжает топтаться ниже 60 долларов за баррель. Текущие котировки 59,78. Я настоятельно по-прежнему, как и ранее, рекомендую не отказываться от коротких позиций. Вот лично мне кажется, если Brent окажется выше 63 долларов за баррель, тогда, может быть, с учетом уже нового, скорее всего, обновленного фундамента, мы попробуем порассуждать и спрогнозировать, что с этим активом может случиться дальше в плане развития восходящей динамики. Ну а пока что мы держимся ниже 60. Я повторяю, друзья, что мы работаем с прежним риском опасений за перспективу мирового экономического роста. В прошлую пятницу вышел еще доклад ОПЕК, который явно нам указал, что не просто так сейчас снижаются прогнозы спроса на нефтянку, они как раз и отражают вот эти системные проблемы, которые охватят в дальнейшем еще больше, будут охватывать в большем масштабе регионы, что приведет к более низким показателям спроса на углеводороды. Я считаю, что при всех действиях и усилиях стран ближневосточного картеля, напомню, что исходя из того же пятничного доклада, следовало, что страны ОПЕК перевыполнили в прошлом месяце условия энергетического пакта на 144%. Но мы должны быть, друзья, реалистами, понимать, что если темпы мирового экономического роста продолжат ослабеть так же агрессивно и быстро, снижаться так же активно, как и сейчас, то странам ОПЕК понадобятся дополнительные усилия, еще более выраженные по этому сокращению, то есть им нужно будет снижать добычу еще сильнее. Вот это уже под большим вопросом. Я думаю, что все, на что не могли пойти, это уже реализовано, это максимум их возможностей, поэтому дополнительное снижение добычи под большим вопросом. Собственно, так же, как и возможность восстановить баланс спроса и предложения. По этой причине, друзья, пока у нас на рынке сохраняется угроза для спроса на нефтянку, я считаю, что очень опрометчиво принимать решение о необоснованном росте в расчете на то, что удастся прокатиться на непонятно на чем потенциально базирующемся вот этому восстановлению котировок. Короткая позиция в приоритете, я ее беру в своем портфеле. Впереди у нас данные по запасам нефти. Сначала это Американский институт нефти сегодня представит отчет, и завтра уже официальные данные, которые также могут снова указать на рост запасов отчет, который традиционно с таким знаком, то есть со знаком плюс, является еще одним фактором снижения цен на углеводороды. Доллар иена 106.55 на прошлой неделе и в начале лета мы видели небольшую поддержку, которую испытывает сейчас американская валюта. В принципе, вопросов много. Почему? У нас неоднозначные данные, вы помните, из-под потребительского доверия и слабые цифры по промышленному производству. У нас и инверсия кривой доходности, снижение позиционно-американских облигаций, это, по идее, должно бить по оппозициям доллара. Но я считаю, что если мы не наблюдаем логичные реакции сейчас, не значит, что ее не будет после, тем более, что на этой неделе у нас как минимум два мощных фундаментальных фактора, события, которые могут снова ударить по позиции американца. Это завтрашние протоколы ФРС, в ходе которых американский регулятор может пролить свет на план относительно снижения процентной ставки. Еще более важное событие – это выступление Джерома Паула на симпозиуме в Джексон-Холле, которое запланировано на предстоящую пятницу. Если он в ходе своего выступления просигнализирует о готовности американского регулятора к неоднократному снижению ставок до конца этого года, то доллар, безусловно, пойдет вниз. Самый важный и главный вопрос – насколько ФРС снизить ставку, например, в сентябре. Есть предположения и прогнозы, что на 0,1, на 25 базисных пунктов, на 50 базисных пунктов. Если вам интересна позиция Трампа, который вчера также снова отметился критикой в адрес Федрезерва в ходе интервью, по его мнению, американскому регулятору необходимо снизить в кратчайшие сроки ставку на 1%. И, возможно, так же, как сейчас думает Европейский центральный банк, тоже озадачится идеей перезапуска программы количественного осмягчения. Это еще раз доказывает то, что администрация американского президента будет настойчиво доносить американскому регулятору, почему она заинтересована в более дешевой валюте. В ней мы также заинтересованы, поэтому и по паре доллар-иена у нас прийти в короткие позиции. Золото – 1495 долларов за тройскую унцию. Друзья, я снова повторяю, что как только мы вернулись к планке 1500, это возможность купить по более низким уровням на долгосрок в расчете на повторный тест сопротивления 1550, а может быть даже и выше. Несмотря на то, что сейчас на рынке обсуждают стимулирующие меры со стороны Народного банка Китая, потенциальный фонд, который готовит Министерство финансов Германии, чтобы противостоять технической рецессии, я в этом позитив особо не вижу. Я вижу в этом негатив, потому что сам факт вот этих сверхагрессивных действий по стимулированию экономики доказывает масштаб и серьезность экономических проблем. Вот на них я прежде всего делаю акцент и ставку, поэтому в арсенале позиционно, безусловно, длинные позиции по защитным активам, по иене, франку, золоту и облигациям. Евро против доллара 1.1085, вчера основа сгущения туч над экономикой еврозоны после прогноза в Бундесбанк о темпах экономического роста, после комментариев о том, что ситуация экономическая в Германии ухудшается, вот эта техническая рецессия, которой я только что сказал, были и отчеты, это данные по инфляции, общий показатель инфляции, базовая инфляция, только вдумайтесь в эти цифры, базовая инфляция, которая по прогнозу Европейского центрального банка должна была остаться на уровнях прошлых месяцев, продолжает снижаться, минус 0,6% только за один месяц, общий показатель инфляции также снизится с 1,3% до 1%. Друзья, это точно серьезнейшие сигналы того, что 12 сентября Европейский центральный банк будет действовать, евро это понимает, евро снижается, надеюсь, вы это также понимаете, поэтому находитесь в коротких позициях. Фунт против доллара 1,2129, ничего нового сказать я не могу, единственное, что либористы, конечно же, сейчас пытаются предотвратить жесткий Brexit, пожалуй, это то, на чем можно отстроить им какой-то курс, который был бы выгоден, и который способствовал бы по росту популярности, скажем, этой партии и сплочению, скажем, электората, который при, возможно, новых выборах отдали бы все-таки свои голоса партии Корбина. Почему фунт растет? Потому что если либористы сейчас смогут протащить вотом недоверие Борису Джонсону, смогут добиться того, чтобы тот оставил премьерское кресло, смогут провести новые парламентские выборы, одержать победу и впоследствии провести референдум снова о Brexit, но, как показывает общественное мнение, возможно, в случае повторного референдума голоса будут отданы за то, чтобы Англия осталась в составе Европейского Союза. Вот это и оказывает поддержку фунту, надежда на то, что Англия сможет сохранить свое членство в рамках ЕС. Мне кажется, этот сценарий крайне маловероятен, друзья. Несмотря на рост, я все-таки ставлю на Джонсона, что он реализует свою амбициозную идею. Я уверен, что не просто так он оказался премьером. Все-таки, вы должны понимать, его позиция по Brexit была ясна и раньше, когда он шел только на выборы со своей предвыборной кампанией. У него также достаточно сторонников. Я думаю, что нужно готовиться уже к выходу Англии из состава ЕС. И в связи с этим нужно принимать для себя позицию, как вы собираетесь работать с этим фоном. С длинными позициями по фунту, либо с продажами. Я повторяюсь, друзья, что короткие позиции в приоритете. Австралии с против доллара 0,6784. Несколько часов назад вышли протоколы последнего заседания Резервного банка Австралии, которые по риторике были более чем ожидаемыми. Если экономическая ситуация ухудшится, Резервный банк Австралии готов перейти к более мягкой экономической политике. Риски для экономики остаются понижательными. Есть, скажем, прогресс в темпах роста заработных плат. Однако, если оценивать ситуацию в целом по рынку труда, прогресса нет. Кстати, вчера на вебинаре мы детально разбирали статистику по уровню безработицы. И пришли к выводу, что рынок труда явно буксует месяцев пять. Уже несмотря на то, что Резервный банк Австралии начала снижать процентные ставки. Это к вопросу о том, как РБА будет действовать дальше. Через более агрессивную политику. Поэтому мы вернулись в район 0,68. Практически сейчас по паре австралийцев против доллара я рекомендую, друзья, занимать короткие позиции. Повторно, если вы уже вышли из них. Либо даже, может быть, и увеличивать позицию в расчете на то, что австралийцы окажутся ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok